Всем привет! Сегодня у нас будут уютные, спокойные посиделки за разбором косметики. Мне не хочется никуда торопиться, я хочу побеседовать с вами, как с подругами, показать свою весенне-летнюю косметичку, рассказать, на что я буду делать главные акценты в теплое время года, потому что все-таки мои предпочтения меняются. Начнем с ухода, дальше я покажу декоративную косметику и вспомню о тех ароматах, которые я больше всего люблю. Это все настолько индивидуально, но я знаю, что вам нравится. Видео о парфюмерии, я не стану снимать отдельный ролик, но обязательно покажу своих фаворитов. Я надеюсь, что вы так же, как я, всю осень и зиму пользовались кислотным уходом и также витамином С, от него я не собираюсь отказываться, покажу вам своих фаворитов. И отдельное видео о весенне-летнем уходе обязательно выйдет, но дайте мне немножко времени, так как я сама на себе сначала все пробую и только потом делюсь с вами какими-то схемами, какими-то советами, но я уже, скажем так, в процессе. Если на данный момент вы уже отменили кислоты в своем уходе, то SPF мы все равно продолжаем использовать в обязательном порядке. У меня сейчас экстремально сухая кожа, у меня всегда так в марте, в апреле я покажу, чем я спасаюсь, но для начала вспомню о моих любимых фильтрах для защиты от солнца. Так как кожа сухая, то всю зиму и осень, собственно, я пользовалась вот этими улажняющими фильтрами. Оба фильтра я просто обожаю. От Эйзенберг у меня есть 30 и SPF 50. Все вот эти фильтры идут с самым высоким уровнем защиты, то есть это SPF 50, PA+++. Вот эти фильтры никаким негативным образом не сказываются на состоянии кожи, то есть они не завивают поры, они настолько, вы знаете, легко наносятся, нет ощущения какой-то пленки, чего-то такого, что вам мешает. Также они не влияют на стойкость макияжа. И да, пожалуй, это мои самые любимые фильтры, которыми я буду пользоваться на повседневной основе. Вот этот фильтр от бренда Etude House, который я покупала в прошлом году, это уже исключительно минеральный фильтр, то есть если у вас жирная, проблемная кожа, чувствительная, то обратите внимание, если у вас прям активно выделяется жирный блеск, то пересмотрите весь свой уход. Но если хотите пользоваться фильтром, который реально очень легкий и матирующий, то вот это просто замечательная вещь, и это прям достойнейший вариант для тех, у кого на лице ну все плывет. Если у вас мега увлажняющий уход, у вас увлажняющая тональная основа, и вам нужно что-то более сухое, а не кремовое, как вот эти вот два, то советую присмотреться к Etude House. Сейчас в межсезонье моя кожа стала настолько сухой и чувствительной, какой-то реактивной, иногда бывали дни, когда я просто не могла нанести макияж, то есть кожа как бумага, и чем не намажешься, она так раз и все впитала, и как будто не хватает какого-то такого защитного барьера. И слушайте, с прошлого года я открыла для себя вот эту сыворотку от La Roche-Posay, регулярно о ней вспоминаю, это линейка Геалуба 5, у них еще есть очень классный гелевый крем, который тоже очень хорошо подойдет именно на теплое время года, хотя в сочетании с сывороткой можно пользоваться даже когда морозы. И крем под глаза я их люблю, тоже показывала вам. Так вот, сыворотка вот эта содержит гиалуроновую кислоту и витамин В5. Здесь сразу два вида гиалуроновой кислоты, и низкомолекулярная, и высокомолекулярная. В прошлом году я чуть больше об этом узнала, и вот низкомолекулярная гиалуроновая кислота оказывает моментальное увлажняющее действие, как бы заполняет нашу морщинку изнутри. Наверняка вы замечали сами, когда кожа сухая, у нее совершенно другая текстура, а когда это хорошее качественное увлажнение, то она сразу более такая расправленная, гладенькая, сияющая, и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, она создает такой защитный барьер на нашей коже, и тоже наполняет морщинку немножко другим способом. И сочетание вот этих двух видов гиалуроновой кислоты как раз есть в этой сыворотке. И у нее такая приятная гелевая текстура, слегка вязкая, и когда я наношу ее на кожу, она оставляет приятное ощущение, и на нее просто потрясающе наносится макияж. Это уже сто раз проверено. И здесь также есть витамин В5, то есть это не что иное, как пантенол. Этот компонент оказывает восстанавливающие и успокаивающие действия, поэтому даже для чувствительной кожи подойдет. В принципе, я не могу сказать, что это средство конкретно для сухой или обезвоженной кожи. Скорее для всех тех, кто ищет хорошее классное увлажнение, и ее можно использовать и утром, и вечером с любым вашим базовым кремом. Что-то еще здесь есть Мадек Асосит, то есть тоже компонент, который хорошо заживляет кожу, восстанавливает ее. Уже так много рассказывала о вот этой сыворотке, и так как с брендом Ларош Пазе у нас очень хорошие отношения, у меня есть возможность устроить для вас конкурс. Мы разыгрываем 100 миниатюр вот таких увлажняющих сывороток, и я уверена, что многие из вас оценят ее, она подойдет любому типу кожи. Обязательно напишу вам все условия участия внизу, и я очень рада, что у меня, как у блогера с такой большой аудиторией, есть возможность делиться моими фаворитами. Поэтому обязательно участвуйте в нашем конкурсе, и я обещаю порадовать вас еще какими-то приятными сюрпризами, как только у меня будет появляться такая возможность. Дальше о витамине С. Я считаю, что это настоящий энергетик для нашей кожи, то есть тот компонент, который реально может повлиять на ее внешний вид, то есть он выравнивает текстуру, тон лица, и вообще, когда пользуешься витамином С, то кожа становится такой, как бы сияющей, вот прям изнутри. То есть для меня, ну для моей кожи скорее, это такой дополнительный допинг. И я не хочу говорить о каких-то высоких концентрациях, потому что витамин С может раздражать кожу. И сейчас, когда она у меня чувствительная, я себе этого даже не могу позволить, я даже не могу попробовать такие средства. Я слышала, что у бренда Timeless, Маша Серд опять же говорила, очень хорошая сыворотка с витамином С. Скорее всего, это корейский бренд, я не уверена могу ошибаться, но напишу вам в инфобоксе опять же. Моя любимая сыворотка с витамином С на данный момент, это вот эта от It's Skin. Она еще и недорого стоит, тоже быстро впитывается, и она, собственно, делает все то, что я только что перечислила, даже чуточку больше, потому что, когда у меня есть какие-то красные пятнышки после прыщей, точнее, как таковых прыщей у меня немного, но когда появляется забитая пора, для того, чтобы от нее избавиться, я проделываю разные махинации, и все это очень долго заживает, и остаются красные пятна. Так вот эта сыворотка помогает от них избавиться. И вторая, которую я готова порекомендовать, это вот эта от бренда Avalon Organics. Я покупала ее на iHerb, она легкая, у нее чуть другая текстура, чем у предыдущей, то есть, видите, как легкое-легкое молочко. Эти сыворотки не жгут кожу, то есть, если я рассказывала о Kiehl's, там такая прям активная сыворотка, и для многих это будет слишком, то есть, она реально может оставить ожог, не для новичков. Вот это и вот это подойдет для использования в теплое время года, кто не хочет отказываться, ну, потому что, знаете, это такая легкая, как бы, форма фруктовых кислот. Поэтому, если вы не хотите полностью отказываться от вот этого магического, знаете, эффекта на лице, то советую перейти на легкий витамин С, потому что здесь есть аскорбиновая кислота. И также я попробовала вот такой набор, я покупала его на iHerb. Я по ошибке заказала целых два. Здесь второй, просто показываю вам в первозданном виде. Здесь есть моя любимая гликолевая маска, которую можно без проблем пользоваться в теплое время года, если вы не забываете о SPF. Также умывалка, она очень мягкая, она очень приятная, она не сушит, но я бы сказала, что больше для утреннего умывания. Мне понравился тоник с витамином С, и вот то, что я рекомендую к покупке, это умывалка, это тоник с витамином С, и вот этот ночной крем для сияния кожи. У них очень хорошие составы, я уверена, что вы не навредите себе, если начнете пользоваться вот такими средствами с витамином С, то есть они опять же не будут там щипать кожу, еще что-то делать, и при длительном использовании вы заметите, как ваша кожа начинает цвести, то есть она реально будет меняться. Но это не так, что вот сделала кислотный пилинг, там 40% у меня облезла кожа, и вся такая обновленная. Это минимальное воздействие на вашу кожу, которое вот реально при регулярном использовании дает огромные результаты. Я не заметила, чтобы эти средства хоть каким-то, знаете, негативным образом сказывались на состоянии кожи, то есть это не ощущение сухости, этот крем очень хорошо увлажняет кожу. И, ну, короче говоря, я очень рекомендую все то, что я сегодня упоминаю. Логично, правда? Ну, продолжаем. О уходе я могу говорить бесконечно, поэтому оставлю все это дело для отдельного видео. Просто скажу, что я буду делать упор на дополнительное увлажнение, витамин С и СПФ. Да, защиту от солнца. Что касается тональных средств, то тут особо ничего не изменилось с прошлого года. Ну, как-то не знаю, эти средства настолько мне полюбились, что я уже докупила новые, и моя весенне-летняя коллекция пополнилась еще одним, но по порядку. А то я люблю, знаете, начать за здравие и закончить, знаете, чем. Вот это такая выравнивающая текстуру, тональная основа с эффектом базы. Здесь очень легкое покрытие, то есть прям легчайшее. Слегка такой пудровый финиш. Вообще, очень интересная текстура. Упаковка. Ну, классно. Для меня классно, когда я еду в поездки. То есть она легкая, ее можно бросить в сумочку, где-то накраситься там в такси или в метро, кто чем ездит. Но для Армани как-то так. Бедненько. Ну, в общем, тональная основа сама по себе очень-очень хорошая. Я, скорее всего, куплю себе новую, потому что для меня это настолько неповторимая формула, которую я не встречала в других брендах. Упс. Вот это тоже очень классная основа гибрид от Urban Decay. Называется она Naked Skin One and Done. Это интересная текстура. Опять же, кажется, что это то ли гель, то ли гель-крем, скорее больше гель. Ну, в общем, я наношу ее пальцами. Иногда распределяю при помощи бьюти-блендера. Мне никогда не жалко тона. Я настолько люблю, как это все распределяет губка, что бог с ним, с количеством тона, которое я теряю, это всегда настолько легче, настолько, знаете, безупречно, что, как бы, я, в общем, прощаю это губки. Значит, эта тональная основа дает, скорее, матовый финиш, но не мертвецкий матовый, он такой здоровый, и она имеет легкое покрытие. Даже если она где-то стирается, то это как-то незаметно. Она вообще, как ластик, стирает поры, то есть, тоже выравнивает текстуру кожи, на нее классно наносится и бронзер, и там все, чем вы мажетесь, при том, что я не припудриваю ее. И за это огромный плюс. То есть, если вот эта тональная основа от Armani, она как бы и матовая, слегка сияющая, но тоже нужно пробовать на коже. Вот идите в корнер какой-нибудь, в магазин, и не стесняйтесь мазать на себя, на меня, на себя что-то. Пусть на вас косо смотрят, но зато вы поймете, как это работает. Я так делаю и, как видите, жива. Значит, эта тональная основа прям супер, причем она универсальная, и вот это прям мой фаворит, номер один на это время года. Могу сказать, что советую попробовать и тем, у кого комбинированная и жирная кожа. Если у вас сухая, то обязательно хорошо увлажняйте ее, но она у меня ничего не подчеркивает на лице, очень нравится. А вот это, теперь я сижу вся в тоналке, классно. Это римель, их тональная основа с вот этой сумасшедшей, с такой губкой, как у консилера, не самое удобное нанесение, я уже испортила несколько брюк, но, тем не менее, эффект, который она дает на коже, особенно на сухой, это тоже легкое покрытие, и мне очень нравится, она настолько как-то сливается с кожей, что-то такое, чаще всего делают именно люксовые тональные основы, то есть они как бы вживляются кожу, растворяются в ней, прям красиво усаживаются, и при том, что это легкое покрытие, все равно тон смотрится таким однородным, мне кажется, что на теплое время этого достаточно, и когда что-то там где-то поплыло, вы раз-раз-раз расправили, и все, можно продолжать все свои повседневные дела, я как-то особо не паникую, когда у меня где-то что-то стерлось, окей, если вот эти тональные основы я зачастую не припудриваю, то с консилером это не всегда прокатывает, потому что он может или забиться в складочки, или, ну, у меня есть впадины под глазами, и всегда, когда вот эта область более матовая, то визуально впадины кажутся меньше, и с тех пор, как я открыла это для себя, вы думаете, что что-то там я нахимичила, так вот, одна из любимых пудр это Too Faced, и она у меня идет в прозрачной версии, но на самом деле она слегка желтоватая, еще раз скажу о том, что у Eveline есть хороший аналог, и сдала, короче говоря, то, о чем хотела говорить в аналогах люкса, мне очень понравилась их банановая пудра, она классно как бы высветляет область под глазами, но это не такое высветление, знаете, белое, нет, это очень натурально смотрится, только если у вас прям такой розовый подтон кожи, то, наверное, для вас вот такие слегка желтоватые пудры, это не вариант, для всех остальных советую попробовать что-то такое, хотя бы начните с Eveline, потому что это бюджетный бренд, но я уже, как видите, много использовала вот это вот Too Faced, это действительно мой настоящий фаворит уже второй год, как видите, я сегодня практически риана, мне почему-то показалось, что маловато, и я сделала и кремовый контуринг, и потом еще и нанесла бронзер, ну, в общем, Астапа понесло, что мне очень нравится, я не могу сказать, что это нужно каждому, и что нужно тратить последние деньги, я себе это купила в качестве подарка, это такой, даже не совсем кремовый скульптор, скорее, жидкий скульптор от Armani, здесь небольшое количество средства, и с него началась моя любовь к кремовому, или как это, к такому вот жидкому контурированию, потому что со всеми у меня получалась какая-то такая грязь на лице, просто возня, которая, ну, точно не напоминала контуринг, вот это же средство безупречно наносится, и сейчас, когда я прям очень светлая, все бронзеры на мне какие-то, то рыжие, то еще какие-то, и когда я тороплюсь, и вообще, в повседневной жизни я не делаю жесткий контуринг, вообще, когда я делаю кремовый контуринг, вы потом мне пишите, что, ой, у тебя такое круглое лицо, наверное, потому что камера съедает, это прям настолько естественный эффект, и камера его практически не видит, потом вот это вот все исчезает, и вообще, в камере очень часто кажется таким солнышком круглым, и нужно нарисовать хоть какие-то тени, то есть, это не для съемок, хотя сколько там из моих зрительниц реально снимает видео так, как я, я говорю о том, что будет работать в реальной жизни, вот это средство Outermany у меня в оттенке 20, это правильный такой коричнево-серый оттенок, слушайте, если вы любите тяжелый люкс, то обязательно попробуйте, но сразу предупреждаю, что это реально для светленьких девушек, недавно я заказала прям очень много средств от KIKO, и вы в инстаграме сказали, что нужен отдельный обзор, я его обязательно сделаю, но то, чем я пользуюсь уже вот несколько дней подряд, вау, я купила это средство по вашим рекомендациям, как и большинство из того, что сейчас вот тут у меня лежит подготовлено, значит, мне так многие понравились, я немножко так забегаю наперед, и вот это, это кремовый контуринг, но опять же, он носится таким тонким слоем, не так как тон, это правильный серо-коричневый оттенок, он без проблем распределяется, номерок 201, у нас в Кракове закрыли магазин, поэтому я все заказывала онлайн, и мой заказ пришел ко мне из Италии, он очень натурально растушевывается, если вы загораете, то есть, если вы не белоснежка, то я уверена, что на вас он будет виден, вам он понравится, и не стоит тратиться на Армани, и в принципе, если наносить его в таком умеренном количестве, не так, как у меня сегодня, то даже на светленьких девушках это будет фантастический эффект, я от всей души советую, и причем я пробовала распределять кисточкой, и пальцами, и в общем, если хотите поиграться, то это реально то средство, на которое стоит потратиться, и которым вы будете пользоваться в конечном итоге, мой любимый бронзер, вообще, вот эта палетка, я вам столько раз говорила, что успеете ее приобрести, но к счастью, можно купить все это по отдельности, это бренд Нарс, мне нравится их бронзер, который называется Лагуна, он идет с небольшим сиянием, но эти блестки не видны на лице, они не подчеркивают текстуру кожи, и это бронзер, девочки, то есть, это не скульптор, это не серое средство, которое нарисует вам тени, это то, что сделает вас более отдохнувшей, и эту палетку я использовала на невесте моего брата, и она гораздо светлее, чем я, хотя мы пользуемся одним цветом пудры, но мне почему-то всегда кажется, что я более желтая, что ли, в общем, у меня однозначно другой подтон кожи, я на ней наносила прям такую вот, знаете, вуаль-вуаль, и это так красиво смотрелось, она не пользуется бронзерами, и вот эта вот минимальная разница была так красиво видна, это действительно очень красиво смотрелось на коже, поэтому советую вам присмотреться к Лагуне от Нарс, конечно же, плавно переходим к румянам, румяна это неотъемлемый атрибут моего макияжа, потому что без румян я действительно не представляю себя, я могу не скультурировать лицо, честно, не могу, я всегда наношу практически там чуть-чуть чего-то, но мне нравится, когда, я просто люблю краситься, что тут еще рассказывать, в общем, бронзер, румяна, оргазм, я еще раз скажу, что это мой фаворит прошлого года, этого тоже, это персиково-розовая румяна, все-таки более розовая, с явным золотистым переливом, и здесь хайлайтер, хайлайтер от Нарс это тоже, это тоже нечто, и вы знаете, что он у меня фаворит, так просто говорю, что лимитки от Нарс это отдельная тема для разговора, и сейчас у нее, скорее всего, появятся какие-то тени или что-то еще, вот успевайте, потому что я сама потом жалею, в смысле, жалею, что не покупаю какие-то лимитированные коллекции, чтобы мы правильно друг друга поняли, вот эти румяна от бренда MAC, это Денти, они есть у моей мамы, они есть у моих подружек, они теперь снова есть у меня, это румяна, которые гораздо красивее выглядят на лице, чем в упаковке, хотя в упаковке тоже, согласитесь, свежачок, это персиково-розовая румяна, но все же более персиковые, я убеждена, что этот оттенок подойдет всем и каждому, при том, что моя мама гораздо темнее меня, на ней тоже ошеломительно смотрится, это настоящие мосхевище, и моя недавняя покупка, я крайне редко пользуюсь матовыми румянами, вообще, я могла бы сюда притащить все румяна, то есть, и Benefit Галифорния, в общем, все, что у меня есть в коллекции, потому что румяна я очень люблю, но давайте покажу вам то, что вот best of the best, да, матовые румяна от Kiko, не знаю, зачем я их купила, потому что я не очень матовый человек, это оттенок 01, и вы знаете, это настолько уникальный цвет, я теперь понимаю, почему это бестселлер, и эти же румяна я использовала в качестве таких персиково-розовых теней, тоже прикольно получилось, и эти румяна так освежают, и когда у меня есть какая-то неровная текстура на лице, я что-то там нахимичу, и это не хочется дополнительно подчеркивать, тогда я выбираю матовые румяна, если у вас расширенные поры, если вам нравится, к примеру, по отдельности, для меня, честно говоря, иногда это слишком, когда сияющий румяна, потом у меня еще есть сияющий бронзер, лицо у меня как минимум в два раза больше, не всегда мне это мешает, но я открыла для себя, что матовые румяна тоже могут быть очень красивыми, и это такой оттенок, который здорово подойдет, вот прям каждой девушке, потому что он и не рыжий, и не поросячий розовый, прям вот знаете, такая чайная роза, и в первый мир, если вы невеста, если вам на работу, у вас там строгий дресс-код, если у вас высыпание, но хотите свежести на лице, короче говоря, в каждой ситуации подойдут эти румяна, и если вам не хватит блеска, то добавьте хайлайтер, у меня здесь остались тени, и средства для губ, если бы я принесла все мои любимые тени, на данный момент, мы бы здесь снова провели несколько часов, то есть это та же Naked Heat маленькая, все то, что я постоянно показываю, и такой более доступный вариант, который здорово будет смотреться на слегка загорелой коже, и если вам хочется попробовать какие-то такие сияющие, трендовые макияжи, еще раз скажу, что вот эта палетка от Eveline, Burn, она очень хорошая по качеству, и для новичка, и, короче говоря, для повседневных макияжей, более интенсивных, здесь есть самые нужные, и, в принципе, не то чтобы ненужные, но актуальные оттенки, да, по настроению, скорее так, но то, о чем хочется остановиться, и рассказать чуть подробнее, это кремовые стики, то есть это кремовые тени, я сначала купила себе Bobby Brown в оттенке Stone, потому что мне очень понравился финиш, то есть это не сияние, это не мерцание, это очень сдержанный оттенок, оттенок и сдержанный финиш, то есть это слегка, такой какой-то перелив на веке, я вставлю вам фотографию, то есть это по-быстрому нанесено, и растушевано пальцем, я сказала, что это Stone, и тени настолько беспроблемно наносятся, они не скатываются на моих веках, но у меня сухие веки, учитывайте это, девочки, кто пользовался чем-то, из вот этого, да, отзовитесь, как вам, очень, такой припыленный, спокойный оттенок, серо-коричневый, как шифон, вот, наверное, они должны были назвать его не камень, а шифон, и еще, моя новинка от Kiko, я сначала сбросила себе в корзину целых три, а потом подумала, что, ой, нет, наверное, это слишком, начну с одного, этот оттенок под номером 6, он является одним из самых популярных, и сегодня в качестве эксперимента, я просто нанесла его в очередной раз, растушевала пальцем, и больше у меня на веках нет ничего, кроме туши, Luxe Visage XXL, и вот этих теней, это такая приятная гелевая текстура, то есть, я все-таки считаю, что это больше гелевый карандаш, чем кремовый, и такой оттенок, и он не слишком сияет, то есть, это красивая, дорогая, спокойная бронза, господи, я буду так выглядеть, кошмар, зачем я это делаю, непонятно, при том, что я потом снимаю для вас с вочи, для того, чтобы, скорее всего, напомнить себе, как же выглядит этот оттенок, так вот, кремовые тени от Kiko, вообще не уступают Bobby Brown, ну, то есть, конкретно эти два оттенка, разные по финишу, но, простота использования, вообще никак не отличается, они точно так же держатся на мне, и, к сожалению, у нас онлайн, были распроданы, самые популярные оттенки, но на одном цвете, я точно не остановлюсь, у меня гораздо больше, любимых помад, но, просто приносить, все те, которые, так вы уже, все прекрасно знаете, то есть, это MAC, MAC, с которой я не расстаюсь, которая теперь у меня в двойном экземпляре, я нашла ту, которую я потеряла, те же фавориты, которые были в прошлом году, со мной остаются, это MAC, COSMO, очень красивый, такой, как бы его назвать, кораллово-коричневый оттенок, то есть, он спокойный, очень благородно смотрится на губах, освежает, вообще, внешность, подойдет под любой макияж, и, к вот этому тоже советую присмотреться, то есть, это что-то очень близко к мэр, но чуть светлее, чуть свежее, дальше, Urban Decay Naked, это тоже красивый, такой, коралловый оттенок, вообще, я буду пользоваться, около коралловыми цветами, вы сейчас сами в этом убедитесь, и теплыми нюдами, потому что, когда я светлая, вот эти рожеватые нюды, что-то как-то не очень, а когда я слегка подзагорю, хоть чуточку, потому что, когда пользуешься защитой SPF 50 даже, это не гарантия того, что вы не будете загорать, то есть, кожа в любом случае будет приобретать, такой золотистый оттенок, или, смотря как вы загораете, я становлюсь, такой, как вы видите сейчас, на лице, я сегодня немножко, загорелая девушка, очень приятная матовая помада, еще раз повторюсь, что это Naked, и, всегда, когда ее накрашено, я получаю массу комплиментов, она здорово, еще раз освежает, вообще, свежесть, это, наверное, главное слово, которое вот так тонкой нитью, проходит через весь этот ролик, потому что, этого мне не хватает после зимы, теперь давайте поговорим о новом, то, что у меня сейчас на губах, это помада от марки Luxe Visage, она у меня очень давно, я все забываю вам ее рассказать, потому что она у меня или в сумочке, или лежит в каком-то контейнере, с косметикой, которую я собираюсь показать в находках, еще где-то там, в общем, я не стала тянуть, еще раз скажу, что, еще, впервые я вам скажу, просто, просто себе напоминаю, что оттенок 25, это приятный нуд, вот знаете, он в меру яркий, он не рыжий, он какой-то такой вот, здоровский, который подойдет очень многим девушкам, сейчас посмотрю, как он выглядит, конечно, как любая матовая помада, он чуточку стягивает со временем, но это не критично, то есть, если сравнивать с многими матовыми помадами, то это вообще комфортная версия, и стоит бюджетно, поэтому советую попробовать, вот эта линейка очень неплохая, пинап, именно в такой жидкой версии, также недавно в обзоре на Eveline, я показывала вам матовую помаду, вот такую, в оттенке 05 Nude Rose, это не нюд, но она такая, знаете, живенькая, то есть, такой оттенок, как я люблю говорить, новый красный, яркая, ярче, чем нюд, но не кричащая, не вызывающая, не вульгарная, не какая-то, какой вам будет некомфортно, да, и это матовая помада, то есть, увлажнение и мат, это то, что не может идти рука об руку, но для меня это комфортное ощущение на губах, и она приятно сходит, бывают помады, которые комкаются, или которые как-то так стираются некрасиво, и вот эта текстура мне очень нравится, недавно в своем видео о покупках одежды, на мне была такая прям коралловая-коралловая помада, но она больше оранжевая, это новая линейка помад Sephora, я купила себе целые две, потому что была классная акция, и какой-то номерок S03, наверное, этот цвет, в общем, это кремовая помада, которая чем-то напоминает мне Fanfare, да, от MAC, где-то вот очень близко, и в жизни она не такая, наверное, оранжевая, как на экране, может казаться при определенном освещении, но это однозначно коралловый оттенок, такой персиково-розовый, но больше персиковый, чем розовый, вот, и тоже для светленьких девушек, если вы загорелая, то на вас это будет какой-то такой оранжеватый нюд, а если вы приблизительно такая, как я, с бронзером и без, то я думаю, что на вас будет смотреться классно, и последняя помада, это Lancome, я недавно в распаковке показывала вам, господи, здесь такая красивая упаковка, что эту помаду можно купить только ради этого, я, конечно, преувеличиваю, но когда вот есть такое какое-то необычное решение, это всегда приятно, которое не усложняет жизнь, между прочим, потому что бывает только хуже, эта помада имеет такую классическую отдушку помад, которая ассоциируется у меня с косметичкой мамы, я обожала краситься ее помадами, я думаю, что до сих пор об этом не знает, а моя мама красилась такими рыжими и красными, и когда мы играли с подружками дома, в ход шли все ее вот эти вот сумасшедшие оттенки, и это была тоже фуксия, в общем, вы себе даже не представляете, эта помада выглядит как бархатная, то есть на нее смотришь, она вот какая-то такая, ну вообще на нее прям приятно смотреть, но самое главное то, что у нее легкая текстура, она также бархатисто наносится на кожу, оттенок у меня 510, но у меня есть два любимых, которые мне понравились, пыльная роза, она где-то здесь стоит, и вот этот, и это настолько красивый, нюд, он и не слишком рыжий, но и не холодный, знаете, такой, который как будто, ты уж там 10 дней тому назад умерла, нет, то есть он вот прям в идеальном каком-то балансе, эта помада очень дорого смотрится на губах, приятно ощущается, это матовый финиш, и конечно же, эта помада не супер стойкая, то есть она не застывает, но при этом она не сушит губы, не стягивает, и не знаю, вот эта помада у меня ассоциируется с чем-то прям, знаете, с какой-то такой благородной леди, что ли, начиная с упаковки, заканчивая финишем, и вообще, то, как приятно ею пользоваться, и она прям хорошая, мне очень понравились, так, я даже не верю, нет, это еще не все, и давайте в нескольких словах я вспомню о каждом из них, первые, которым я пользуюсь в захлеб на данный момент, я думаю, что вы сами это видите, это Айзенберг Бэк Ту Пэрис, вы знаете, каждый из этих ароматов не отличается какой-то такой убийственной стойкостью, то есть все они как будто слетают с тебя через несколько часов, но окружающие потом спрашивают, а что у тебя за аромат, я так думаю, то ли я его не ощущаю, но вот моя мама пользуется Айэм от Айзенберг, и она говорит, что он настолько на ней шлифит, что когда настоящая жара, она не может его наносить, а я говорю, что через час я его на себе не ощущаю, в общем, каждому свое, вот этот Бэк Ту Пэрис для меня это, ну просто настолько приятная, в меру сладкая нота, но он с какой-то такой, знаете, приятной дерзостью, вот когда ты еще не женщина, но уже и не девочка, то есть это самый молодой аромат вообще в ассортименте бренда, по моему мнению, вау, я бы его обязательно повторила, я подробнее о нем рассказывала в своих фаворитах года, поэтому еще раз не буду останавливаться, просто видите, что да, это действительно то, чем я пользуюсь, обливаюсь, и вот этот аромат от Прада, это не просто ирис, это ирис какой-то там, напишу в инфобоксе, потому что у них у всех одинаковые флакончики, и этот аромат просто чистоты, это вот настоящая пудра, если вам такое не нравится, то абсолютно нет, вот есть такие ароматы, которые ассоциируются с какой-то детской присыпкой, вот с какой-то такой чистой постелью, с накрахмаленным халатом, как в отеле, да, с постелью, которая чуть ли не хрустящая, для меня это аромат какого-то ухода, сейчас у меня на туалетном столике, рядом с ванной, с ванной, с кроватью, лежит мыло Фредерика Маля, именно ирис, и я вот чувствую эту нотку, и о господи, это классно, наконец-то я перенесла этот аромат, потому что раньше я вдыхала его, он меня настолько умиротворяет, настолько успокаивает, и даже как-то лучше засыпаю с этим ароматом, но я знаю, что для кого-то это может быть аромат бабушки, уж извините, мне нравятся такие специфические ароматы, наверное, самые такой нормальные среди них, это Back to Paris, которые реально понравятся 90% девушек, которые смотрят меня, этот аромат от Hermes, довольно специфический, это моя, по-моему, третья, мой третий флакончик, простите, не баночка, этот аромат для меня больше всего, у меня больше всего ассоциируется с весной, то есть это и фрукты, и зеленая трава, свежескошенная, это вот, не знаю, как пойти на какой-то лук, не знаю, вокруг летают бабочки, и ты сидишь на этой полянке, и заедаешь все сезонными, свежими, спелыми фруктами, это этот аромат, то есть он не какой-то, он чуть кисленький, чуть сладкий, и вот эта зеленая трава, это вот просто аромат свежести, я не могу, я настолько люблю, настолько его люблю, что я готова ему просить все, и цену, и вообще, просто вот знаете, наверное, на века останется со мной, и то, что я в прошлом году заказывала на духе РФ, и вообще вот эти вот тоже, Prada у меня от них, в общем, это Remarkable People, от бренда, который называется вот так, в общем, у них сейчас вышел аромат, который называется I'm Trash, это мандарины, это такой сочный, вот прям цитрусовый, сладенький, чуть-чуть, очень хорошо освежает, вот его, причем он с таким названием, у него вообще полный трэш, я поинтересовалась, с чем это связано, когда я его куплю, или пойдем с вами на шоппинг в парфюмерию, я вам больше расскажу, с глубоким смыслом, сначала так я что-то I'm Trash, так подумала, не очень хочется покупать его, потом прониклась, и, короче говоря, классная идея, я думаю, что не всем зайдет, но вот это Remarkable People, это дерзкий аромат унисекс, который так нравится мужчинам, вот у меня ушла половина флакончика, за прошлый сезон, он очень интересный, то есть здесь есть что-то сладкое, тоже какие-то цитрусовые, но здесь есть шампанское, я не знаю, как пахнет шампанское в ароматах, я когда-то его, нашла этот аромат, то ли в Judy Free, вот где-то он мне запал, я уже не помню, я вам рассказывала эту историю, где-то он мне запал в душу, и я примерялась к покупке, причем это не очень дорогой бренд, слушайте, когда я его купила, я просто не могла надышаться этим ароматом, и до сих пор, вот если у вас слишком много тоже женственности, вы такая мягкая вся, вот знаете, кажетесь такой, но характер у вас перчинкой, вам точно подойдет это, потому что для мужчины, мне кажется, что это слишком такой, вот знаете, будет отдавать голубым оттенком, хотя, не знаю, может я сейчас ляпнула глупость, тем не менее, этот аромат, действительно дерзкий, и он просто такой крутой, но при этом он коммерческий, то есть, есть нишевые ароматы, которые там попахивают сеном, грубо говоря, да, и не всем они понятны, это коммерция, которая будет нравиться очень-очень многим, и этот аромат не популярен, именно поэтому я люблю им пользоваться, и вот эти Моттермес, тоже Back to Paris, сейчас он обновленный, да, и не все сразу узнают, я делюсь с вами своими находками, кстати, Back to Paris тоже многие купили по рекомендации, и вы хвалите, вы говорите, что балдеете от него, вот это прям такое, знаете, ух, если бы я шла на первое свидание, и хотела бы казаться такой, знаете, не принцесской, я бы однозначно воспользовалась этим, слушайте, на этом все, я думаю, что видео будет очень-очень-очень длинным, обязательно участвуйте в конкурсе, я надеюсь, что вам понравилась моя весенне-летняя подборка, обязательно будет и собиралка, но сначала уход, да, уход покажу вам, дальше собиралка, кико, короче говоря, планы как обычно наполеоновские, если вам что-то особенно интересно, а у меня есть куча новинок, я от L'Oreal, в общем, мы встретимся с вами уже в ближайшем времени, и будем рассматривать, что нового появилось, что классного, что на мне надето, я обязательно напишу в инфобоксе, иду доснимать для вас макро, все, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч, уже совсем скоро,